Здравствуйте, мои замечательные афонтовцы и, конечно, мои подписчики на канале YouTube. Сегодняшняя тема – это лук, рассадой которой. Да вы уже перестаньте удивляться, вы уже привыкли к тому, что я сумасшедшая, и у меня все не так, как у людей. Мне очень нравятся сладкие луки. Если бы мы жили бы в Краснодарском крае, а не в Красноярском, тогда бы мы этот лук семечками сеяли очень рано, в марте месяце, и у нас бы к концу сезона были луковицы и по 3 килограмма, и по 1,5 килограмма. Но, к сожалению, рад бы, ага, не пускают, сами знаете что, грехи. И у нас лук не может вырасти так, как он растет там на юге. Это вот южное растение. Здесь несколько сортов. «Аилса Грейк», «Это русский размер», «Это глоба» и, конечно, всеми уже любимый «Эксибишн». Однажды мне позвонил один товарищ и спросил меня, как обращаться с луком, который в рассаде. Я удивилась, я говорю, а какой рассаде? Апрель месяц, там май только наступает. Он говорит, а я «Эксибишн». А мы уже тогда сеяли лук в горшочке, в чашечке, мучаясь дома, потому что он не выносит тепла, ему холод нужен. А дома трудно обеспечить только через холодильник. Но вот тогда я этого еще не знала. Он говорит, а я сею в начале апреля этот лук. И он у меня прекрасно, грамм по 800 вырастает. Я загорелась этой идеей, и теперь ежегодно в начале апреля вместе с капустой, вместе с первой редиской я обязательно отсеваю этот замечательный лук. Посмотрите, у нас еще как бы только май месяц, да, первая декада, но лук-то уже хорошенький. Он уже готов, чтобы его высадили рассадой. И это же здорово, луковицы по 700-800 грамм. Этот лук можно просто заправить сметаной или майонезом и есть без других овощей, с другими овощами. Он прям вот просится в рот. Причем это же приятно, когда ты ешь лук, и тебе хочется, а не когда вдохнули на тебя, как змей горыныч, и ты уже в ауте. Значит, смотрите, я осеяла рядок этого лука, и я тщательнейшим образом буду его сохранять, и весь этот лук будет рассажен туда, куда ему и положено быть посаженными. Для него будет приготовлена грядка. Вы видели, когда в прошлом году и в позапрошлом этот лук позапрошлом дал просто шикарный урожай. Вот таких луковиц. В прошлом году были чуть поменьше. Но и посеяла я на два дня позже. Представляете, какая разница? Поэтому этот лук требует такого же рыхления прикорневой системы, такой же подкормки. Сейчас нужна обязательно азотная подкормка. Это будет мочевина, столовая ложка на 10 литров воды. Это все обязательно. И не забывайте, что сейчас не потрудитесь, потом ничего не получится. Не надо говорить, ой, я на дачу не могу поехать. Надо поехать через сугробы, перелезть, поехать и полить. И подкормить. Значит, рассаживая лук, я сразу скажу, чтобы вы потом не парили мне голову. Рассаживая лук, смотрите, у него пока только одно перо вылезло и, вероятно, в мороз подмерзло. Вот вылезло второе перо. У него появится третье, четвертое, и он готов к высадке. Когда вы его выкопаете, возьмите вот так в руку. Но лучше, если выкопаете и в тазик с водой, чтобы земля отошла от корней. Не надо ее трясти, обрывать корни, чтобы она отошла. Когда возьмете лук уже как бы с промытыми корнями, отрежьте одну третью часть снизу и одну третью часть сверху его пера, чтобы он вам не мешал и не падал вот так на грядку, как пьяный, а просто стоял крепко и прямо при посадке этого лука в грядку не заглублять. Вот как он растет, посмотрите, вот видите уровень почвы, да? Вот так вы его и посадите в грядку. Недели две это вынос мозга, прям конкретный. Если будет жарко, закройте укрытым, иначе сгорит. Но когда он примется через две недели, тогда начинает интенсивно расти. И еще через две недели вы увидите уже такую луковицу. Просто постарайтесь, у вас все получится. Еще раз напоминаю, их четыре сорта. Это Глоба, это Аилса Грейг, это русский размер и, конечно, всеми любимый Экси Бишен. Рядом с этим луком растет редиска. Здесь много сортов. Здесь и 18 дней, и 16 дней. И завтрак туриста. Есть даже такой, это очень скороспелые все редиски, которые всегда сеют в самом начале апреля, для того, чтобы иметь зеленую продукцию, уже на стол. Как только здесь исчезнет капуста, как только все будет высажено, и цветы, и луки, и все остальное, вот в этой теплице будут расти правильно помидоры. Потому что в прошлом году росли огурцы. У них нет одинаковых болезней, их можно менять местами. Для того, чтобы помидоры не нацепляли то, что было в прошлом году, и они там были посажены, и огурцы также. Меняем местами каждый год, туда-сюда, и все будет в порядке. Все, про капусту закончили, про лук сказала. Редиску можно уже дергать и есть. Обнимаю и целую. Ваш тетя Таня. Редактор субтитров А.Семкин